Помните, как в одной из прошлых программ рассказывал вам о том, сколько людей в нашей стране получают зарплату свыше миллиона? Оказалось, целых 11 тысяч человек из 140 миллионного населения и почти все эти счастливые граждане трудятся чиновниками. На этот раз в агентстве рейтинг посчитали, какое количество россиян зарабатывает более 75 тысяч рублей, ну такие более приземленные исследования провели поближе к народу, так сказать, тем более, ну что такое 75 тысяч? Тысяча евро, пенсия в старом свете, как думаете, сколько же? Ну давайте, давайте, ставки делайте. 12% ребята или, если округлить, один из 10 работающих такую зарплату имеет, то есть 10 человек ежедневно ходят на работу, приносят пользу обществу, каждый на своем месте, но только один. Получает относительно достойную зарплату, на которую хотя бы в отпуск раз в год куда-то съездить можно, вот это прорыв, вот это я понимаю, печально, впрочем, другое. Еще 10-12 лет назад свыше тысячи евро в России зарабатывали около 40% граждан, теперь вот 12. Хочу сейчас обратиться к ватноголовым патриотам, которые постоянно лопочут, ну лучше жить-то стали, конечно лучше, как не лучше. Было 40% условно небедных, стало в 4 раза меньше, нет, это даже не рывок, это такой прям взлет со свистом и к звездам. Начинаем! Вообще деградация в нашей стране уже чудовищные масштабы приобрела, и у меня складывается стойкое ощущение, что это какой-то национальный проект, даже инициированный властями. Сейчас покажу вам одно интересное кино, но сперва пару слов предыстории. Позвольте, итак, последние несколько недель из Сибири раздаются крики о помощи, горит 3 миллиона гектаров леса, а лес полный. Животные гибнут, экосистема разрушается, несколько регионов задыхаются от дыма, а власти все думают, тушить, не тушить, и вот, буквально несколько дней назад в топ новостей попадают следующие грандиозные события, блин, дайте дух перевести. Где-то там, то ли в Якутске, то ли в Иркутске, собрались все шаманы, всея Руси, и дождь вызывали, дабы хоть как-то спасти остатки той Сибири. Дорогие друзья, двухминутная готовность, шаманы приготовились. Твою мать, ребята, на дворе 21 век, вторая декада заканчивается. В загнивающей Америке Илон Маск очередной Wi-Fi-спутник в космос запускает. В разрушающийся от протестов Франции какой-то мужик изобрел летающую реактивную доску, ну, я так подозреваю, что-то вроде аэроскейта. Помните, в фильме «Назад будущее» показывали, и вот пересек на этой доске Ла-Манш. А россияне в это время с надеждой наблюдают за шаманами в соцсетях, что дождь пытаются вызвать. Ага, а еще не за горами зима, значит, скоро снова будет дан старт популярной всероссийской акции «Подари дрова». И это, господа, у нас называется стабильность. Мы что, приматы? Или отшельники, может, какие, которые все еще не в курсах, что колесо изобрели? О какой стабильности, о каком вставании с колен нам все время говорят? Это реальная журналистика. Мы думали, что это дно, но снизу постучали тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Москва горит. То есть не то, чтобы горит в прямом смысле, там протесты продолжаются уже больше месяца, причем массовые. Десятки тысяч людей выходят на улицы, что можно считать явным признаком. Не все в порядке в Датском королевстве, но есть, оказывается, еще другая Москва. Москва сказочная, и там вообще все хорошо. В минувшие выходные сел посмотреть новости по телевизору фестиваль шашлыка в парке Горького. В подмосковном Алабино стартовали международные армейские игры, главным событием которых станет танковый биатлон. Из печального разве что террористы в Сирии снова активизировались и кошмарят мирных граждан. Хочу спросить у пропагандистов, а это не оттуда картинка? Наташа, не б***ь! 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 Ах, это видимо какая-то спецоперация по поимке особо опасного. Сверх засекреченного агента иностранных служб, от которого исходила угроза. Просто инфа секретная, в новостях решили ее пока не показывать. Вот зря вы улыбаетесь, реальный агент, по нему видно больше скажу. Думаете, что у человека между ног? Велосипед? Да нет! Это новейший ракетный комплекс пусковой, последняя разработка НАТО, поэтому в данном случае применение силы росгвардейцами вполне обосновано, равно как и в этом. А вот видите, по ногам да дубинкой космонавт задержанного бьет. Причем задержанный уже вроде и не сопротивляется, скрутили его. Но бравый солдат отходит, так прицеливается и снова лупасит парня по ногам. А я вам объясню, это не садизм. На самом деле, из редакции Киселева слили, в ногу задержанного могла быть вмонтирована очень мощная пушка, которая стреляет ядерными зарядами. И вот, во избежание возможной трагедии, страж порядка долбит по стволу той пушки, пытаясь его хотя бы согнуть, погнуть что ли. Короче, вот какую-то такую херню вам в ближайшее время по ящику будут рассказывать, видимо. А если серьезно, российская власть сегодня переживает самый настоящий кризис, причем глубочайший, и это уже даже стало невозможным скрывать. То, что творят так называемые слуги народа, Слушайте, я даже не знаю, какое слово в данном случае лучше употребить, чтобы оно было нематерным. У господ, по-моему, что-то вроде маразма началось с Тарческого. Действительно, люди так долго во власти, тут у кого угодно чайник закипит. Но если провести аналогию, что происходит с человеком, когда он очень долго живет, и уже начинает дряхлеть, становиться стариканом? У него случаются какие-то бредовые видения, ему начинает что-то казаться. Кругом враги, например, он начинает специально пакостить окружающим. Он не в состоянии четко формулировать собственные мысли. Живет в мире каких-то иллюзий, а еще перестает за собой ухаживать. Ходит под себя, от него смердит. В его жилище воняет с властью, вероятно, все то же самое. Когда против природы не попрешь, как говорится, она дряхлела и начинает превращаться в того безумного старика просто. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Впрочем, когда я говорю об одряхлении нашей власти, я даже не главаря имею в виду. У нас вся власть одряхлела, вся вертикаль и превращается в труху. Ну что там старушка Голикова сидит в правительстве с 91-го года. Чубайс во власти примерно с тех же времен. Памфилова и Матвиенко вообще в СССР еще ответственные посты заняли. Они мамонты уже. О каком развитии страны с такими рулевыми может идти речь о за окном век высоких технологий? Там все меняется с космической скоростью и надо успевать идти в ногу со временем. Кто из них будет успевать, если у нас бабушки Яровая и Мизулина, которые, я уверен, планшет от смартфона с трудом отличают? Вопросы интернета курируют. Хорошо, давайте чиновников помоложе рассмотрим. Хотя, что там рассматривать? Несменяемость нашей власти, в конце концов, привела к тому, что у нас есть тех, кто помоложе, сплошные неспособные. Друзья. Друзья друзей. Друзья друзей друзей и родственники чьи-то. Космосом командуют отец и сын Рогозина. Они чё, космонавты выдающиеся? Их с Королёвым можно на одну ступень поставить. Министр сельского хозяйства Патрушев-младший. Он какой-то великий профессионал в этой отрасли. Он хоть корову-то как доить знает. В колхозе хоть раз был. Так куда он эту отрасль может привезти? И там все такие. А в итоге мы наблюдаем то, что наблюдаем. 20 лет сказок по ящику о каком-то там светлом будущем. В действительности откат за откатом в прошлое. Мы сегодня год в 86-й, наверное, уже приехали, когда грохнулась Чернобыльская эш. После того ЧП, кстати, как и сегодня, в средствах массовой деградации тоже только о прорывах рассказывали. Первомай страна отмечала. Однако чем та история закончилась, мы знаем. И что случилось через 5 лет после трагедии, тоже знаем. Ну это я так, для подумать вам все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube канал сверху, подписаться не забудьте, если заглянете. В соцсетях тоже жду, в друзьях добавляйте, с темы предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok